Ты созрел для того, чтобы ответить очень коротко, блиц, ответ на вопросы анкеты Марселя Пруста. Короткий вопрос, короткий ответ. И этим мы завершим наше интервью. Хорошо? Ну, давай попробуем, да. Марсель Пруст. Твой любимый цвет? Красный. Какое качество ты больше всего ценишь в мужчине? Ну, трудолюбие, конечно, например. В женщине? Эротический угар, например. И чтобы женщина ходила с коромыслом, например. Какое качество в себе ты не любишь? Русское качество, это долго запрягает, быстро едет, например. Какое слово ты ненавидишь? Есть такое? Наверное, толерантность, например. Есть ли человек из ныне существующих, о котором ты можешь сказать? Я горжусь, что живу с ним в одно время. Кто же это такой? А, шнур. Ясно. Ты попал гипотетически на необитаемый остров и взял с собой только одну книгу, один фильм и одно музыкальное произведение. Что ты возьмешь? Ну, значит, фильм я бы взял бы, сейчас скажу, какой. Падение Берлина, например, да, все-таки, книгу «Истоки русского коммунизма», Бердяева, например. И что там еще? И музыкальное произведение. И музыкальное произведение. Ну, конечно, «Slayer running blood». Хорошо. Ну, и, наконец, заключительный вопрос. Когда ты предстанешь перед Господом Богом, первое, что ты ему скажешь? Я уже постоянно предстаю перед Господом Богом, например, да, называется. У меня же в квартире много очень икон, которые подарила патриарх Тихону, например, да, называется. Моему прадеду, священнику, например, да, называется. И постоянно многие попы, например, да, называется. Они просят меня, чтобы я эти сокровищницы, эти реликвии привозил к ним в церкви, а чтобы они делали крестные моднейшие ходы, например. И, соответственно, например, приходит масса паломников, например, они бросаются мне в ноги, крестятся, например, да, называется. И практически через них я постоянно разговариваю с Богом, например, и говорю, все отлично, например, да, сюда. Мы, и как раз благодаря этому общению мы смогли конец света отодвинуть на 2666 год. Бог был недоволен мирным устройством, что люди не могут найти правильную систему. Что там какие-то гомосеки какие-то появляются, например, лесбиянки. Вот это весь кал-ад. И он решил устроить потоп. Знаешь, чтобы обнулиться. Ну, предположим, вот, смотри, человек, его все, например, да, называется, да. У него масса проблем, он куча людей тяготит. Он пошел в казино, стал играть дико, выиграл куш. В понедельник его же никакие тревоги, ну, не волнует, почему люди ездят в Лос-Вега, съездят, например. И Бог хотел таким способом обнулить человечество, чтобы с данного аналога выжили из новой начать, например. Но, так как мы занимались химкинской миссией, например, да, сделали 21 декабря, например, это, ну, магический круг, например, от Москвы. До Красноярска, Иркутская, Лу-Лундея и вернулись обратно. То, тем самым, мы сделали так, чтобы Бог увидел наши старания и дал нам последний шанс исправиться, например. Хорошо. И все-таки одно слово. Что ты ему скажешь? Вот ты перед ним. Я уже все сказал, например. Дай нам шанс исправиться, например, до сента. Вот и все. Это был Сергей Паук-Троицкий. Сергей, спасибо. Да, спасибо. Может, водочки, например? Нет, спасибо. Ха-ха-ха-ха. Спасибо.